Всем привет! Меня зовут Евгений, с вами сегодня проект Индубай. Мы находимся в Дубае, на улице Джумейра. И мы сегодня с вами расскажем немножечко об автомобилях. Друзья, в этом видео я вам расскажу о автомобилях, в чем разница между автомобилями в России и в Арабских Эмиратах. Значит, главное, одно и самое отличие, это какие автомобили здесь ездят. Ездят, какие автомобили продают. Их, во-первых, огромное количество, они отличаются очень сильно от России по комплектации, здесь она богаче. По непосредственно гамме двигателей здесь она больше. И по интересу к автомобилям у них он намного выше. Непосредственно по автомобилям, по наличию здесь их намного больше, то есть не нужно будет их ждать. Можно будет прийти и приобрести его сразу, потому что огромный выбор уже в наличии стоит. Если даже возник такой вопрос, что нужно будет подождать автомобиль, это займет у вас 4-5 дней, то есть очень быстро. Вот, а также по комплектации автомобили, они намного лучше, выше классом идут, потому что автомобили с механической коробкой передач в Дубае, это только рабочие машины, которые приобретают организации для работы. Автомобили для населения идут все с коробкой автомат, и они сразу же таки продаются. Кожаные салоны здесь только вентилируемые, то есть и в основном это все светлые салоны автомобилей. Темный салон, сами понимаете, на жаре он нагреется, так что светлый салон больше любят. Вот, огромная гамма двигателей, то есть в Россию часть двигателей не поставляется, здесь можно выбрать уже какие-нибудь посредственные хотим. И также огромный выбор, так как люди из Саратовских Эмират, местные жители, очень любят автомобили дорабатывать, делать их красивее. И здесь очень большой выбор для тюнинга, и цены, естественно, намного ниже, чем в России, можно сделать намного интереснее автомобиль и выделить свои столпы, скажем так. То есть будете эксклюзивны в своем случае. Следующий момент, о котором я хотел бы вам рассказать, это каждый человек в своей жизни встает в том, что выбор покупки автомобиля. Будь то новый автомобиль, либо автомобиль пользования уже. Я вам рекомендую это сделать в Роскомиратах. Почему? Потому что... Давайте по пунктам вам расскажу. Значит, первый пункт. Автомобили, которые эксплуатированы в Саваровских Эмиратах, они намного лучше по состоянию, допустим, 3-5 лет. Нету таких жестких условий, как в России, соль, снег и все угодно. То есть кузов в отличном состоянии будет. Эксплуатация двигателей отличная, потому что очень высокого класса расходные материалы, очень хорошие сервисы. И весь сервис сервисной книжки будет прописан. Здесь нет такого левого сервиса, где-то что-то не пишут. После всех процедур, которые он проходит, мы знаем, это таможенный налог и также доставка у транспортной компании, он все равно лучше и дешевле будет привезен отсюда, нежели его купить в России. То есть стоимость автомобиля будет ниже. Что вы получаете? Получаете на самом деле только плюсы. Это лучший кузов, лучший двигатель, лучшая эксплуатация и цена. На самом деле, на что мы главное всего обращаем внимание при купке авто, чтобы это было вагонно для нас. Вот. Также, что я хочу рассказать еще. Автомобили, которые в Арабских Эмиратах, нет такого, что здесь больше битых автомобилей, либо больше аварий происходит. Этого нету почему, сейчас вам расскажу. Потому что здесь Арабские Эмираты вообще одна из тех стран, где очень законны строго к водителям. То есть строги по штрафам, строги по лишениям и вплоть до тюрьмы. То есть здесь нет превышения скоростного режима. Здесь нету... Почему аварии в России происходят? Из-за неадекватного поведения людей на дороге и пьяных личностей. То есть здесь такого вы нигде не найдете, потому что за это сразу же сажают в тюрьму и лишение правов вплоть до 6 лет. Это в Арабских Эмиратах есть. То есть здесь автомобили эксплуатация нежная. Нету битых автомобилей. Если что, есть мелкие царапины на бампере, которые легко ретушируются. Вот. То есть автомобиль, приобретаясь Эмиратов, вы можете не бояться, что он будет какой-то аварийный. Но причем менталитет этих людей не предает такие автомобили, которые были сильно битые, нежели от России. Потому что у нас лишь бы продать. Если нет такого, здесь всегда стараются продать хороший автомобиль, чтобы человек всегда был доволен и пользовался им. Есть автомобили, как я уже ранее говорил, которые приобретают организации для работы. И эти автомобили, как правило, не продаются. То есть они эксплуатируются до последнего. Либо те автомобили, которые пользуются населением. Это магазин, шопинг, покупки, свои какие-то дела. Это автомобили все в отличном состоянии, которые я вам рекомендую приобретать. Но эти автомобили я вам рекомендую приобретать не самим лично, потому что это не получится сделать. Нужно обязательно иметь здесь компанию, если хотите привезти автомобиль. Это лучше сделать через те компании, которые имеют свое представительство в Дубае, работают и легко вам подберут автомобиль. Тот, который вам именно нужно. И они несут за это ответственность, что автомобиль вы в том качестве, которое они вам показали. Либо это на фотографиях, на видео. Все, что вам отправят. То есть вы можете за это не волноваться. Уже за принцип доставки, то, что доедет автомобиль, нет. А второе, отвечает транспортная компания, которая сама уже несет за это ответственность, взя его транспортировку. То есть через случай, что с автомобилем, как правило, этого не бывает. Потому что транспортные компании здесь не русские, скажем так. Они заграничные, ответственность у них повыше к автомобилям. Автомобиль идет в контейнере, он идет закрытый, то есть им ничего не будет. Приходит в порт, его выгружают, и он стоит у вас спокойно, дожидается. То есть вы можете за это не волноваться. Еще есть такой принцип, то, что да, вот, может быть, мы купим в той стране автомобиль, где живем, нам там проще. Мы видим человека и все такое. Еще раз повторюсь, что это не Россия. Если вы куда-то отправляете деньги, это будет организация, компания. Которая вам выставляет счет, у которой у вас все реквизиты, и у них нет такого, чтобы пропасть куда-то. Это все легально, здесь очень строгие законы, и этого никогда сами не сделают. То есть если вы отправили, вы заключили какой-то контракт, потому что он всегда заключается на автомобиль, то он вам придет, вы за это смело можете не бояться, потому что если человек, который вы общаетесь, сделает это, его просто посадят. А в России это может было легко избежать, почему это у нас происходит. За заказ автомобиля из Петербурга Эмирата можете не бояться. Спокойно, смело заказывать, и вам все приедет та машина, которую хотите. Если хотите сделать ее эксклюзивной, пожалуйста, различные варианты тюнинга вам тоже предложат. Сделать все, что вы хотите, плюс пропеллер вам могут еще поставить на крышу, чтобы вам еще на ней полетать. То есть все, что хотите, все по вашему вкусу, абсолютно любые переделки, здесь они это особенно любят, и это очень огромный выбор. То есть сделайте смело, не пугайтесь, заказывайте, пользуйтесь автомобилем на здоровье. Это будет лучший выбор для вас. Значит, мы ехали по улице, где располагаются все автосалоны, увидели, как я его называю, небольшой холодильник белого цвета, так и называю, Mercedes Gelenwagen. Автомобиль, на самом деле, это не просто Gelenwagen, их здесь очень любят. Автомобиль Gelenwagen G63 от тюнингового ателье AMG. Это ателье, которое стабилизируется на доводке автомобилей Mercedes. В частности, в этом Gelenwagen переделано все. Установлен двигатель, дополнительные турбины, то есть B8 Biturbo, мощностью в 544 лошадиные силы. Вот, а также перешит полностью салон, сделано все, как хочет клиент. Стоят оригинальные диски AMG. Пойдемте, пойдемте по кругу. Сзади стоят мониторы, и все, видите, в заднем стекле, напротив задних сидений. То есть сделано все по большему классу. G63 это объем двигателя 6,3 литра. Вот, тюнинг ателье AMG. Еще даже VIP прилепили, видите. Но на самом деле, да, VIP. Почему? Потому что номера, если обратите внимание, 3-1-1. В Арабских Эмиратах, чем меньше цифр на номере, тем ты круче. То есть, как понимаете, номер один, это номер один в Эмиратах. Это только у шейха самого главного. Автомобили очень любят, продолжают выпускать. Его очень любят здесь, в огромных количествах покупают. И сколько здесь нахожусь, ни одного автомобиля в штатной комплектации я не видел. Это тюнинг ателье либо AMG, либо Brabus, либо Hammond. Друзья, если хотите что-то более подробно узнать о какой-либо марке, которая вам больше нравится, пишите ниже в комментариях. И также можете еще написать какую-то автомобильную тему, которая вам была бы интересна. Тоже пишите вопросы. И мы их обязательно осветим в следующих видео, чтобы блог был для вас более интересен, чтобы было больше информации для вас, чтобы вы постоянно его изучали. Вот, с вами был проект N-Dubai, меня зовут Евгений. Обязательно смотрите, пишите, ставьте лайки, ну и будьте всегда с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубai.